О чём говорят курицы? Это в домовых чатах, что ли? Диалоги пернатых теперь могут подслушать американские фермеры. У них тоже такие есть. Конечно, не без помощи учёных и искусственного интеллекта. Умный курятник оснащён камерами для круглосуточного мониторинга. Специальная программа анализирует кудахтанье, определяет, хотят ли домашние птицы есть, спать, в целом довольны ли они своей жизнью. В перспективе фермерам обещают функции мониторинга здоровья, коры, даже телемедицину. Надо ещё, видимо, придумать англо-куриный словарь для обратной связи. Да, разберёмся. Ну а в планах у наших учёных механический аналог Пиле и Марадонны. Инженеры создают алгоритмы управления группой роботов, чтобы те смогли сыграть в футбол с человеком. Со стороны, кажется, подумаешь, что здесь такого. Четыре игрушки на радиоуправлении гоняют по полю мяч. Но на самом деле люди не влияют на ход игры. Каждый робот действует по заранее созданному плану. С помощью видеокамер робоспортсмены обнаруживают и распознают мяч. Что касается наших роботов, в отличие, это стереозрение. У других команд стереозрения ни у одной нет. Это даёт возможность различать объекты вблизи. Распознав мяч, машина принимает решение – бить поворотом или отдать пас. Далеко не всегда выходит ловко. Всё потому, что по условиям соревнований эти роботы – гуманоиды. Они ходят на двух ногах и максимально копируют механику тела человека. Они не могут использовать каких-то активных сенсоров, таких как, допустим, компасы или что-то подобное, или GPS. Только те сенсоры, которые есть у человека. Камеры – это наши глаза. У нас в ногах есть воздатчики давления. Это, в принципе, то же самое, что у нас, тактильные ощущения. И в нём стоит имушка. Это акселерометр, гироскоп в одном месте. Это наше внутреннее ухо, можно так сказать, висеблярный аппарат. Одна из сложнейших задач – научить роботов ходить по-человечески. С этой проблемой в мире справились считанные лаборатории. Более того, на последних соревнованиях по робофутболу в Китае команда «Фистеха» заняла первое место. Я решил провести свой собственный матч с победителями. Я буду вратарём. 1-0 в пользу человека. В общем, пока на футбольном поле машина не конкурент человеку. Но учёные уверены, что лет через 30 им удастся создать механический аналог Пеле или Марадонны. К 50-му году сделать какую-то команду, состоящую из роботов, которая смогла бы поиграть с чемпионами мира по футболу, с людьми. И задача робокапа – с каждыми соревнованиями доходить до того, чтобы мы смогли участвовать в этих соревнованиях. Сейчас участники проекта усиливаются. Они создали магистратуру, где на примере спортивной команды будут обучать будущих робототехников. Это повысит шансы наших инженеров и программистов первыми в мире провести полноценный матч между людьми и машинами.